Всем привет, с вами Димир, это канал Эдзебро, я в ПЭД Симулятор 99, причем я вернулся назад в прошлое, еще в данный момент не вышло обновление, но ребята, до апдейта нужно сходить в трейдинг плазу и обязательно купить нового титанического питомца. Фанпэй это торговая площадка, на которой вы можете купить не только робоксы или предметы в роблоксе, но и в любой другой онлайн игре. Сервис работает с 2015 года и отлично себя зарекомендовал среди игроков, оценка сайта 4.9 при 20 тысячах отзывов, это первый и самый крупный маркетплейс для геймеров в СНГ. На сайте вы найдете товары для сотен онлайн игр, а торгуют ими тысячи обычных игроков, из-за высокой конкуренции между ними на фанпэй очень низкие цены. Все сделки проходят несколько этапов, оплата, выполнение заказа и подтверждение. Продавец получает деньги только после того, как выполнит заказ, поэтому покупать на фанпэй дешево и безопасно. Ссылку на сайт вы найдете в описании к этому ролику. Ну а при тянг продолжит, ребята, обязательно поддержите это видео своим лайком, плюс если вы вдруг не посмотрели еще ролик по обновлению, обязательно переходите, он уже есть на канале. А я сегодня действительно вернулся в прошлое, дабдейты еще 7 часов, поэтому, ребята, я даже не знаю, что там будет, но, ребята, у меня есть гемчики, есть стойкое желание купить еще одного титанического питомца. И, возможно, этот титаник будет самым последним, которого я себе куплю. И хотелось бы что-то интересное, вариант с летающим титаником мне прямо очень-очень нравится, поэтому, возможно, сегодня купим летающего титаника, посмотрим, как он летает, как это все дело выглядит. Потому что никогда еще, по-моему, на летающем титанике я не передвигался и даже не представляю, как это все дело будет происходить. Но, ребята, в любом случае, поддержка в виде лайков, в виде тысячи лайков до конца дня поможет вам заработать гемасики в количестве 150 миллионов. Плюс, ребята, интересный классный комментарий пойдет в следующий ролик по этому режиму, а ну и плюс, ребята, обязательно подписывайтесь на мой телеграм и на мой дискорд. По этому QR-коду в телеге, скорее всего, прямо сейчас проходит розыгрыш на гемасики. А ну что, ребята, погнали, подарки, давайте я заберу часть подарков, которые вы уже успели мне отправить за несколько часов после выхода ролика. Забираю часть подарков, я, скорее всего, заберу уже во время стримчика. Ребята, если что, на аккаунт, который перед вами указан, можете отправить свои подарочки. Так, забираю питомчиков, гемасики, так, питомцы, гемасики, питомцы, гемасики и различные предметики. Ребята, всем огромное спасибо. Ну и, собственно, давайте прямо сейчас отправимся на Космик, посмотрим, какая стоимость у Титаников, а потом пойдем в Трейдинг Плаза. Итак, сайт прогрузился, и я вижу, что стоимость вроде как у Титаников чуть-чуть пониже стала. Аманки меньше 10, эти по 9 примерно. Так, ну давайте смотреть ориентиры, которые я точно понимаю. Так, идем, идем. Самый дешевый Фавун 8,1. Ну, в принципе, он так примерно и стоил, да, получается. Так, у нас Йети 8,65. Ладно, давайте посмотрим еще на летающих. Я тут недавно в Телегу скидывал скринчик вот этого Космик Пегасуса, правда, обычную версию. Вот он, 9,6, а его продавали примерно за 10. Ну, я думаю, что плюс-минус то же самое. Так, ребят, давайте искать летающих Титаников. Титаник Лавеламп, 9,85. В принципе, по-моему, такой же ценник оставался. Лава Милона, к сожалению, купить не смогу. Он уже даже тут 16 миллиардов, это слишком дорого. А среди летающих Титаников у нас только Лавеламп и еще плюс Сильвер Дракон. А вот он здесь, 12,85. Но это как-то сильно дороже. А ну и плюс Лавеламп мне нравится больше, чем эта Дракошка. И, по-моему, летающих больше Титаников у нас нет. Ладно, погнали, не будем тратить время. Тем более, до обновления еще время осталось. Надеюсь, за эти несколько часов я смогу найти нужный вариант по хорошему прайсу. 10 миллиардов плюс-минус будет, мне кажется, вполне адекватной ценой. Так, еще бы трейдинг Плаза у нас работала. Ну да, как-то не очень хорошо Плаза работает. Прогрузилась на какой-то совершенно новый. Так, ну давайте сразу посмотрим варианты, которые я тут смотрел. Лавеламп, сразу приценимся, что почем. А если что, посмотрим еще какие-то другие варианты. Фауну, наверное, смотреть не буду. Еще вот этого Бэткета хотелось бы посмотреть. Новый Титаника я не буду брать, потому что реально я думал, что он еще и летающий. Вот, тогда это было бы отличным, хорошим вариантом. Но, просто передвигаться, ну фиг его знает. А че с Плазой-то? Ага, какой-то глюк, да? Отлично, решил записать ролик. А трейдинг Плаза у нас багнутый, нифига не работает. Получается, придется мне немножко подождать, когда Плаза починится. Если это не случится, это будет очень-очень печально. Итак, ребята, спустя несколько часов так и ничего не поменялось. Трейдинг Плаза не работает. Но смотрите, что я нашел. Сервер, где два таких питомца, которых я хотел бы взять. Одного из них здесь продают за 11 миллиардов. А второй чел тут-то бегает, прыгает. И, возможно, он тоже захочет продать своего питомца. Девять с половиной, это что такое? Девять с... А, это Валентин Кэт. Аппарат для поиска питомцев не работает. Поэтому только через сервакейс возможность заходить и искать питомцев. Это капец какая подстава. Так, ну что, одного питомца я тут вижу. Но это 11 миллиардов, это очень дорого. А второго питомца чел не выставил. Окей, ладно, ребят, тогда дальше буду продолжать искать. А питомца, если получится, то обязательно с вами сегодня его купим. Ну и плюс, давайте еще новые подарочки, которые за время моего отсутствия вы прислали. Спасибо, ребята, всем большое. Забираем их тоже. Ну, собственно, я не знаю, чел отправится или нет на поиск другого сервера. А, потому что эта машина нифига не фурычает. А вот смотрите, нажимаю на кнопочку. И все, прогрузочка, прогрузочка, прогрузочка. И ничего дальше не происходит. Блин, ребят, очень надеюсь в этом ролике все-таки до обновления успеть его купить. Пока искал серваки, нашел сервер с двумя титаниками. Но не те, что мне нужны. Блин, чё такое? Зачем разработчики такую подставу сделали? Так, еще один подарок. Забираю прямо во время ролика. Спасибо большое. Блин, но мне все-таки нужен этот питомец. Как мне его найти? Машина до сих пор не фуричит. И только через... Ага, уже вот так вот начало появляться. Уже только через смену серверов, а получается зайти, и то нужно заблокировать сначала одного человека на сервере. Например, вот так вот. И только после этого отправиться на сервак. На этом сервере Хьюберт за 9,7. Нифига себе, а цены, может быть, пониже стали? И за... Так, корги, ладно, это дорого. Там у нас лайки есть за 9,6. Слушайте, а цены на Титаников ниже, что ли, стали? Хьюберт за 9,7. Блин, это тоже весьма интересно. Но я хотел бы все-таки найти того самого питомца. Так, ребята, нашел еще один сервер с лавиламбом, но тут 10,6. Но я точно знаю, и цены должны быть еще ниже, в районе 10-12 миллиардов. Окей, хотя бы что-то мы с вами нашли. Поэтому, ребята, продолжаем поиски. Может быть, все-таки удастся сегодня что-нибудь интересненько найти. И, может быть, система через часик-другой начнет работать. Так, на этом сервере я уже вижу Капибару. Так, Капибар 10,5. За 9 оленя продают. И все, да? Ребята, буду показывать всех Титаников, которые на своем пути буду видеть. Потому что, действительно, система не работает. И по-другому найти их просто невозможно. Так, здесь на сервере у нас до 15 продают Джели Дракона. Рядышком за 8,75 Йети. 8,8 Сокет. 8,75. Нифига себе. Цены, походу, реально перед обновлением пошли вниз. И, как бы, после апдейта, если эта система заработает, цены бы не вскочили. Вот этого я и опасаюсь. Смотрите, какого красавца нашел. За 17 миллиардиков. Ну, выглядит, конечно, очень эффектно, очень красиво. Но и безумно дорого. Здесь Скарикорги, которого мы, кстати, уже видели. Также за 12 продают. Но уже на другом сервере. Да, ребята, походу, я это сделал. Сервер 10,2 ловил ламп. Еще на 96 уровне. 117 по счету. Еще там с большим количеством роялти, оверлоудов и прочим. А и, собственно, этот ценник, мне кажется, вполне нормальный. И, наконец-то, блин, сколько я тут всего прошел. Так, давайте посмотрим, что здесь. 9,5, 10 радужных тут продают и так далее. Так, здесь ничего для меня интересного нет. Ашива за 8,7 продают. Блин, ну что, ребята, мне кажется, это судьба. Остается до обновления 3 часа. Скоро я запускаю стримчик. Ну и, собственно, ребята, давайте купим этого питомца. Да, да, еще точно. Ловиламп. Все верно. Покупаем, скринчик делаем. Фу. Наконец-то получилось. Да, ребята, получилось это сделать. Купил своего очередного Титаника. Ну и давайте посмотрим, как он выглядит. Вот такой вот красавчик. Блин, и самое прикольное, что он еще и умеет летать. А для того, чтобы его затестировать, тогда погнали на обычный сервак. Посмотрим, как в локации все это дело будет выглядеть. Ну что, экипаем питомца. Вот такой вот красавчик. Ну, блин, слушайте, выглядит прикольно. Самый мой первый летающий Титаник. Такого у меня еще не было. Я даже не знаю, как он будет работать. Так, ну, во-первых, его экипнем. Ну, выглядит ладно, окей. А как? Так, нифига себе. Нифига себе. Так, стоп. Графику ставим на максималку. Все, графику поставил. И я летаю по локации. Нифига себе. А я могу куда-то? Я могу за пределы карты залететь? Нифига себе. Это очень круто. Это очень классно выглядит. Офигеть. Слушайте, это своего рода, если вот так вот поставить, блин, если бы вот не нимб над головой вот эта надпись, это был бы режим партнера. Потому что, как вы знаете, у пэт-симулятора, если у вас режим партнера есть, то вы можете активировать камеру, которая будет летать по локации. Вы можете дополнительно там сверху, сбоку снимать какие-то моменты, которые вам там для превью нужны и прочее. Вот. И это своего рода подобная тема. Ну, в принципе, в моменте как-нибудь захватить какой-нибудь объект, в целом можно, да? И где-то на паузе, на таймингах сделать скринчик. Слушайте, выглядит очень круто. Так, а давайте телепортимся в последний мир. И давайте-ка в новую сюда вот эту, в новой телепорте как-нибудь попробуем. Там забр... Он падает. Нет, надо на пробельчик нажимать, чтобы ваш персонаж с питомцами пал. Смотрите, ребята, я прямо отправляюсь сюда в черную дыру. Блин, офигенно. Слушайте, я очень сильно рад. Это мой первый летающий Титаник и нифига не пожалел. Да, может быть, там где-то в теории, может быть, и по десяточке где-то продавали. Но из-за того, что система не работала. Хотя, с другой стороны, отчего жалеть, если у меня у этого питомца здесь куча роялти. Каждый из которых стоит по сколько? По шесть миллионов. Оверлота накинут. То есть, где-то миллионов сто примерно я с этим не потерял, а заработал. Вот. Плюс он еще практически прокачанный на максимум. Мне кажется, это вполне неплохо. Вообще, ребята, все-таки до обновления успел я купить своего Титаника. Прикольного летающего. Мы, кстати... Хотя нет, на стримчике я не буду палить этого питомца. Я его куда-нибудь отдам. Для того, чтобы интереснее было во время стрима. И для того, чтобы интереснее вам было ролик посмотреть. В общем, ребята, обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайкосики. Оставляйте комментарии под роликами. Как вам питомец? Ну и плюс, ребята, самые крутые, самые залайканные комментарии. Возможно, падут в следующий ролик. Ну и плюс, конечно, ребята, розыгрыш на 150 миллионов гемов. Под роликом обязательно есть. Поэтому лайк, подписка, колокольчик. И плюс в телегу обязательно заглядывайте. Всем удачи, хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока.